всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина и сегодня я буду делать для вас расклад на тему которая очень часто встречается в запросах в комментариях под видео также мне пишут в личку об этой теме а именно состоится ли встреча будет ли встреча нужно ли вообще эта встреча вам и ему ждете ли вы встречи ждет ли он ее потому что недавно я делала расклад на несколько позиций меня прям забомбили просьбами сделать такой же расклад на одну позицию поэтому это будет расклад для тех кто любит расклады на одну позицию никак вообще не может определиться со своим вариантом когда он видит какое-то количество вариантов использовать сегодня буду колоду влияния ангела очень красивую интересную яркую красочную произведение искусства задумайте пожалуйста вашего партнера назовите его имя дату рождения спросите четко поставьте вопрос будет ли встреча нужна ли вам эта встреча что нужно для того чтобы организовать ее до чтобы она произошла я же напоминаю что по вопросам обучения заявочки присылайте пожалуйста на мой ватсап ссылка под каждым видео и огромное вам спасибо за ваши лайки за ваши донаты за ваши теплые комментарии за спонсирование моего канала огромное вам спасибо мои дорогие низкий вам поклон дай бог вам от вселенной миллион раз больше и так я надеюсь вы определились теперь давайте посмотрим вас и вашего партнера так но колоды уже начинается очень интересно потому что это семерка мечей это аркан манипуляции обмана изворотливого человека тут ваших отношениях может присутствовать как раз вот вот эта энергия не совсем честности да если говорить так прямо да то это энергетика лжи обмана манипуляции хитрости каких-то ну вот желание желание обвести вокруг пальца вот что есть то есть если же говорить мягко очень интеллигентно то можно сказать там что мужчина может хитрить можете вы в чем-то хитрить как там может быть там недостаток у вас искренности что-то скрываете друг от друга либо ваш партнер однозначно здесь скрывает потому что здесь мужчина у нас изображен ну в общем как то так она это общая энергетика на не имеет большого значения такого уж решающего давайте смотреть вы в этих отношениях хотелось бы спросить вас а что вы делаете в этих отношениях надумали уходить уходите он в этих отношениях как на даже пятерка мечей еще лучше что между вами так дорогие любимые мои если вы счастливы в отношениях сейчас у вас все хорошо все прекрасно с вашим партнером закрываете расклад уходите это расклад не ваш к тому же помните о том что это общий расклад его смотрят десятки тысяч людей и естественно ситуация срезонирует не для всех тем более что расклад на один вариант если видите множество совпадающих моментов смотрите дальше вы получите важные подсказки для себя если же нет понимаете что вообще не а вас вот допустим у вас сейчас конфетно-букетный прекрасный период у вас все безоблачно все хорошо вы зашли на расклад чтобы подтвердить свои радужные надежды и мечты и вдруг видите такие арканы дает такой расклад значит не нужно себя настраивать закрываете расклад и уходите все это не ваша информация если же у вас с этим человеком реально сложное отношение а нам показывают между вами десятка жезлов посмотрите как человек тащит эту охапку жезлов как ему тяжело причем он держит перед собой ему нужно и донести эту охапку ангел даже его благословляет помогает потому что понимает что нужно донести до места назначения десятка жезлов сложное между вами отношения сейчас ситуация сложная тяжелая возможно накопилось много обид претензий каких-то вещей которые действительно грузом лежат на вашей душе на вашем сердце на ваших отношениях поэтому здесь отношения сложные в этой паре если это так то значит смотрим расклад дальше вас показывают восьмерка кубков восьмерка кубков это аркан причем здесь мудрец смотрите у нас нарисован не девушка не мужчина там никакой нарисован у нас мудрец который вот по этому аркану я вам могу сказать если вы надумали уходить а здесь очень многих отыгрывается именно так что вы либо надумали уходить либо вы уже вышли из этих отношений я не буду говорить что поставлена окончательная точка я здесь такой информации не вижу но это аркан ухода так вот именно в этой колоде этот аркан говорит если вы так сделали вы сделали мудро поступили потому что для этого есть объективные причины если же вы надумали уходить из этих отношений в принципе это тоже довольно мудро потому что значит есть объективные причины объективными причинами может быть сам мужчина которого нам показывают пятеркой мечей очень сложный аркан аркан человека несговорчивого себя любилого человека который может причинить боль нанести удар в спину извините но вот так что есть то есть из песни слов не выбросишь посмотрите какой сложный аркан еще и здесь непонятный конечно вроде как ангел но он темный на небе люди отвернулись ушли от этого человека уходят потому что он их предал он поступил с ними как-то некрасиво и при этом он стоит в горделивая позиция он не признает себя виноватым вот в такой позе он и и и продолжает находиться поэтому нам показали вашего мужчину вот таким причем по пятерки мечей очень часто мужчина своему партнеру приносит боль не раз то есть для него это нормально причем как у кого-то так складывается что этот человек делает это умышленно у кого-то из вас он просто так себя как-то органично очень ведет но это приводит к тому что вы остаетесь разбитым сердцем с раненной душой здесь очень по-разному себя человек может вести один может быть конфликтным причинять вам реальную боль своими словами поступками словами именно и поступками а второй вести себя как-то неадекватно не знаю там замораживаться уходить обманывать и вы понимаете это это разбивает вам сердце но в общем вот так так что здесь ситуация такова этот расклад подойдет если ваше отношение похоже на этом чувство ваше к нему сейчас на данный момент времени его чувство к вам сейчас и здесь все сложно первых вышли два пентаклевых аркана девочки всего этого человека когда-то поддерживали материально больше не делайте этого если была материальная поддержка если разговор не материальной поддержки то у вас продолжают оставаться к этому мужчине какие-то чувства мне не любовь показывает как таковую а вы продолжаете быть щедрым меценатом то есть вы продолжаете ему дарить свою энергию этому человеку и все равно какие-то очень светлые хорошие посылы в его сторону у вас есть с вашей стороны вас показывают очень щедро и очень великодушная женщины женщиной которая способна любить и она способна именно на душевную щедрость и это вы и эту душевную щедрость даже если вы с ним расстались если вы уже вышли из отношений к примеру либо думаете об этом постоянно либо делаете попытки этом частые выйти из отношений вы из этих отношений еще не вышли морально эмоционально потому что продолжаете ему отдавать свою энергию я уже сказала если идет вопрос о материальных вещах то кормушку прикрывайте если же здесь именно об эмоциях у каждого по-своему у кого-то так у кого-то так у кого-то и то и другое здесь кормушку в любом случае нужно прикрывать этому человеку в его арка не выходит пятерка пентаклей здесь у него не не любовь а скорее какое-то страдание и потребность вас участие аудитории вашей материальной поддержки и абсолютно у всех вашей энергетики потребность он если вы сейчас ним расстались он очень сильно скучает за вами у него есть потребность в вас очень очень сильно но я не знаю способен ли здесь мужчина на какие-то глубокие чувства потому что у него вышли два сложных кризисных аркана пятерки тяжелые арканы а вас показывают просто женщиной уже такой разочарованный в принципе но не потерявший до конца надежду и все-таки продолжающий отдавать ему что-то какие-то блага какие-то ценности здесь не обязательно материальные вы сами есть ваша душа это и есть ваша ценность и вы продолжаете ее этому человеку дарить так хорошо если вы спрашиваете будет ли встреча значит вы либо на расстоянии до либо в расставании в принципе ждете этой встречи давайте спросим имеет ли вообще смысл эта встреча с точки зрения карт таро аркан луна я бы сказала что на данный момент нет потому что ваша встреча не приведет скорее всего ни к чему определенному вы здесь скучаете друг за другом и он и вы у вас очень сильная потребность у обоих друг в друге и более того здесь этот аркан вышел по середке по серединочке между вами поэтому я не могу сказать что один из вас конкретно вам перед на другом да у вас здесь какой-то взаимные извините за выражение вампиризм может быть я грубо выражаюсь но что-то в этом есть как будто и он энергию вашу до забирает и и и и нуждается в ней и с вашей стороны у вас постоянные мысли о нем и то же самое происходит из вашей стороны но дело в том что если смысл в этой встрече аркан луна мы смотрим ближайшие перспективы возможно потом все изменится возможно ситуация изменится на сейчас аркан Луна нам сейчас показывает что даже если встреча состоится она вряд ли приведет к чему-то определенному потому что аркан луна это не определенность это Это не определённость, это завеса тайны, это, ну, такая, знаете, трясина, это пелена какая-то. Вы, кстати, и вы, и он можете не видеть чётко ситуацию и вещи. Как-то у вас засланы глаза, не совсем вы адекватно смотрите друг на друга, на ситуацию между вами. Кроме этого, Аркан Луна может говорить о том, что здесь может быть влияние кого-то на ваше мнение, на его. На ваше чувство, на его. Очень часто по Аркану Луна, поскольку это, ну, это женский Аркан. Здесь может выходить именно женская энергетика, энергетика рода, могут быть родственники какие-то. Либо, в принципе, энергетика какая-то женская. Но не всегда и не везде, поэтому участие это отыграется, участия нет. Хотите ли вы вообще этой встречи? Вы хотите этой встречи? А он? А вот по поводу встречи я вам могу сказать, что у вас было с ним, по его мнению, очень красивое прошлое. У кого-то детки есть общие. Если детей нет, значит, просто красивое прошлое, когда вы друг друга действительно любили. Относились друг к другу очень нежно. Вот как эти детки. Очень даже как-то, знаете, красиво, наивно, так светло. Это он так о вас думает. Кстати, по этому Аркану здесь может отыграться так, что это кармический ваш партнёр. Партнёр, который пришёл из прошлых воплощений. Вот. Поэтому хочет ли мужчина здесь встречи с вами? Однозначно, да. Вот по этому Аркану я могу сказать, что он помнит ваше прекрасное прошлое. И ему даже как-то хочется вот эти красивые моменты, которые между вами были, тёплые, нежные, прекрасные, возродить. Поэтому да, ему встречи с вами хочется. А хотите ли вы встречи с ним? Здесь сложно сказать. Четвёрка мечей вышла. Вы пока ещё не определились полностью. Скорее всего, вы, возможно, где-то в глубине души и хотите, судя по вашим Арканам. Но вам здесь действительно нужно повременить с этой встречи. Я вот по всему раскладу, который сейчас я вижу, да, выходят Арканы такие, что я на основании того, что вижу, сказала бы, что, а стоит ли вообще вам эту встречу сейчас устраивать? И даже если вы её хотите, на данный момент я не вижу здесь необходимости в ней. Вы можете встретиться, допустим, с ним, да, сейчас посмотрим, может быть, и есть вероятность встречи. Но здесь вам нужно многое обдумать, многое решить у себя в душе, вообще разложить всё по полочкам. И ему тоже, потому что его чувство к вам, вот эта привязанность к прошлому, его желание воскресить какие-то красивые моменты, оно у него растёт с каждым днём всё больше и больше. И чем больше вы побудете вот в состоянии таком, да, в котором вы сейчас находитесь, тем больше вероятность, что здесь мужчина что-то осознает очень важное для себя. Ну, в общем, вот так. Здесь больше идёт, что мужчина здесь на самом-то деле в большей мере хочет вашей встречи по той причине, по которой я вам сказала. А вам нужно передохнуть, вам нужно заняться пока своими делами, поменьше думать о нём. Понимаю, что сложно, потому что Аркан-Луна вышел, но тем не менее, вам не нужно спешить здесь с этой встречей. Так, хорошо. Стоит ли вам предпринимать какие-то действия, чтобы встречу ускорить? Давайте так. Так, и стоит ли ему предпринимать какие-то действия? Ну, поскольку перевес здесь явно в сторону Туза Пентакли, я бы вам так сказала по этим Арканам. Стоит ли вам? Не гони лошадей, как говорится, в сочетании с остальными Арканами, потому что Восьмёрку Жезлов я здесь не рассматриваю отдельно, как отдельный Аркан. Она идёт в сочетании со всеми остальными Арканами. Здесь такой момент, когда время придёт, то вы уже не сможете этих лошадей сдержать. Они сами вперёд полетят, да, побегут. Пока, пока больше их сдерживаете, вот эти свои страстные порывы. А стоит ли... А вот с его стороны вышел Аркан Туз Пентакли. Здесь, безусловно, мужчина должен проявить инициативу и даже более того, сам повлиять на то, чтобы эта встреча между вами произошла. Он это сделает, девочки. По этим Арканам я вижу, несмотря на то, что сейчас очень кризисные, сложные вышли Арканы, в дальнейшем здесь мужчина однозначно будет какие-то предпринимать действия в отношении вас, потому что Туз Пентакли выходит. Потому что вы для него представляете очень-очень большую ценность его жизни. И всё-таки прошлое ваше ему не даёт покоя. Как бы он сейчас себя не проявлял, да, и что бы там между вами не происходило, здесь это есть. С его стороны более-таки Арканы выходят, что человек может проявлять себя, дайте скажем, фигово, да, а по сути в душе это у него совсем всё по-другому. Так, хорошо, давайте наконец-то спросим всё-таки основной наш вопрос этого расклада. А будет ли вообще встреча? Есть ли вероятность того, что встреча состоится в ближайшее время? Я вам всегда говорю, не задумывайте никаких сроков, потому что не нужно испытывать, искушать Вселенную. Карты Таро говорят иносказательно, никаких чётких сроков в картах Таро быть не может. Сроки знает только Господь Бог. Ну вот ближайшие какие-то перспективы можете, конечно, себе наметить, да, но не нужно к этому привязываться очень сильно. Ситуация меняется, потом будем дальше смотреть, как всё это меняется, изменяется, да. Есть ли вероятность того, что вы встретитесь с этим человеком? Нам даже выходит Аркан Верховная Жрица, который, во-первых, закрывает, в принципе, информацию, да, и говорит о том, что не время сейчас вообще об этом говорить. Состоится встреча или нет. Почему? А потому что нам описали, показали ситуацию вашу, да. Я вам всё рассказала, я не зря говорила о том, что вот, ну так нам и рассказывали карты Таро, что не спешите, всему своё время, встреча здесь обязательно когда-то у вас будет. И встречу эту, по сути, должен вообще-то мужчина устроить. Причём более того, с какой-то своей инициативой, ценной к вам, да. Не просто так, давай встретимся, опять поговорим ни о чём, либо разругаемся, опять расстанемся. Нет, здесь что-то должно быть ценное, какое-то очень ценное зерно должно быть, именно с его стороны, какой-то очень важный, ценный шаг. Поэтому здесь карта Верховная Жрица нам именно об этом и говорит, что мы же всю вам информацию дали, теперь это информация к размышлению для вас. Очень мудрая женщина, вы вышли здесь Верховной Жрицей. Верховная Жрица, девочки, по Аркану Луна точно вам могу сказать, что если есть влияние, то это женское влияние, потому что вышла Верховная Жрица. Вы Верховная Жрица. Вы сами знаете ответы на все свои вопросы. И вы должны здесь проявить наибольшую мудрость. Не гоните лошадей, не наступайте на те же грабли, не проявляйте конфликтную какую-то энергетику. Будьте спокойны, ведите себя очень достойно. И просто, если вы хотите встречи с этим мужчиной, просто вы ожидаете тот момент, когда он сделает шаг к вам. Но не пустой шаг, не глупый, не легкомысленный, просто так, а действительно по тузу Пентакли. Когда у мужчины будет здесь вам что предложить. И вас, конечно, вы вышли здесь Верховной Жрицы. Вы очень женщина интуитивная. Вы женщина, хороший психолог. Вы склонны к занятиям эзотерикой. Не зря же смотрите расклады. Наверняка уже многие знаете значение арканов. По моим раскладам очень легко их выучить и потом сочетать вместе. Поэтому проявите максимум мудрости. Просто, прям четко. И как совет вам идет, даже рекомендация. Проявите эту мудрость и просто переработайте ту информацию тщательно, которую вы сегодня получили в этом раскладе. Ну вот такой, девочки, получился у нас расклад. Смотрите, интересно, на дне колода еще вышел аркан Страшный Суд. 100% вы здесь кармические партнеры с этим человеком. Поэтому все, что происходило между вами и этим мужчиной, все было не зря. Все было для определенных уроков. Башня дальше пошла. Смотрите, тут прям крушение и разрешение. Уже дальше не буду копать. И так все нам показали. Но это сюда. Этот мужчина вам послан судьбой. Был. Кому-то, возможно, да, для дальнейшего расставания, но прохождения каких-то важных уроков. А кому-то вполне возможно для воссоединения. Но здесь мужчина должен осознать и сделать этот шаг к воссоединению. Настоящий, не фальшивый, не для чего, а действительно по-настоящему ценный. Вот такой получился расклад. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получить уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, крепко обнимаю, желаю счастья, света, любви, добра, самых верных, преданных партнеров. Всех вам благ, мои дорогие, защита и покровительство высших сил. Пока-пока, до завтра.